Насекомые окружают нас повсюду. Это самый многочисленный класс царства животных, ведь всего их описано более 1 миллиона видов. Они поражают своим разнообразием, что касается как внешнего вида, так и удивительных способностей. Некоторые из них милые и безобидные, но в мире немало видов, контакт с которыми может привести к довольно неприятным последствиям и даже к долгой и мучительной смерти. Вы на канале «Время с пользой» и тема сегодняшнего выпуска – «Самые опасные насекомые в мире». И мы начинаем! Гусеница-видомолька-кетка. В народе это насекомое прозвали гусеницей Дональда Трампа, чему послужило внешнее ее сходство с прической американского президента. Большинство насекомых для того, чтобы избежать столкновения с хищниками, используют маскировку. Но речь явно не об этой гусенице, ведь она скорее привлекает всеобщее внимание. Но эффектная внешность в данном случае дает понять, что окружающим лучше держаться от нее подальше. И это неспроста, ведь шерстинки этого пушистого создания содержат множество ядовитых шипов, которые при соприкосновении ломаются и застревают в нападающем, выделяя порцию яда в его тело. Яд гусеницы довольно токсичен, болезненные ощущения и сильное жжение не заставят долго ждать. Позже к симптомам добавляются головокружение и рвота, также поражаются лимфоузлы и, как следствие, может наступить остановка дыхания. Поэтому такую гусеницу лучше обходить стороной. Кстати, обитает она в лесах США, Мексики и северных районов Центральной Америки. Крохотное насекомое, которого стоит бояться больше, чем дикого льва или носорога, анофилис или малярийный комар. Это насекомое занесено в книгу рекордов Гиннесса как самое опасное существо в мире. Ежегодно от его укусов умирает около 500 тысяч человек, в основном это жители Африки. Несмотря на то, что малярийный комар обитает практически во всех климатических зонах, в холодных районах он не опасен, ведь при низких температурах паразиты, вызывающие смертельно опасную болезнь, не способны к размножению. Другое дело, когда речь идет о субтропических и тропических регионах. Самка малярийного комара заражается от человека, носителя болезни, а затем через укусы заражает здоровых людей. Малярия – это тяжелое инфекционное заболевание, среди симптомов которого высокая температура, озноб, боль в суставах, рвота, увеличение селезенки и печени. При этом вакцина от этой болезни до сих пор не найдена и она вряд ли появится в ближайшее время. Гигантский азиатский шершень-убийца. Столь зловещее название это насекомое получило не просто так. Это огромная оса, достигающая 5 сантиметров в длину, с размахом крыльев до 7 сантиметров. Внушительные размеры и грозное оружие в виде острых жвал позволяет этому охотнику без труда расправляться с обширным перечнем насекомых, среди которых особенно страдают пчелы. На этом видео 30 азиатских шершней устроили настоящий геноцид, истребив 30-тысячную колонию европейских пчел. Они с легкостью прокусывают хитиновый защитный покров насекомых, буквально перемалывая своих жертв. Без особого труда шершень может расправиться даже с таким опасным противником, как богомол. Но опасен этот гигант не только для насекомых, но и для человека, ведь его жало, достигающая 6 миллиметров, способно ввести в жертву большую дозу высокотоксичного яда. Его химический состав смертельно опасен для людей, страдающих аллергией. При этом атака нескольких шершней может убить даже совершенно здорового человека. Каждый год в Японии от нападения этих насекомых погибает около 40 человек. При этом глобальное потепление и отсутствие конкурентов позволяет гигантскому шершню с каждым годом увеличивать свой ареал обитания. Таким образом, его уже можно встретить даже в России. Например, в Приморском или Хабаровском крае этими насекомыми никого не удивишь. Наш список был бы неполным без этих крупных тропических муравьев с устрашающим названием. Это муравей-пуля. Хищное насекомое, длиной от 18 до 25 миллиметров, буровато-черной окраски. Основное место обитания – Центральная и Южная Америка. Этот муравей не зря получил свое прозвище, ведь острую боль от его атаки можно сравнить с огнестрельным ранением. Причем болезненное ощущение не покидает пострадавшего человека 24 часа. Жало муравья достигает 3,5 миллиметров, а его яд намного токсичнее яда осы и пчелы. Существует так называемая шкала силы ужаления Шмидта, согласно которой муравей-пуля имеет высшую степень 4 с плюсом, что ставит его на первое место среди всех насекомых. Как видите, на пути этого хищника лучше не становиться. В Аргентине, Бразилии и Уругвая обитает милая ночная бабочка – павлиноглазка рода Ланомия, гусеница которой обладает одним из самых токсичных ядов в мире. Ежегодно от контакта с ней умирают несколько человек. Тело гусеницы покрыто мелкими шипами, через которые яд мгновенно проникает в кровь человека, поэтому прикасаться к насекомому смертельно опасно. Другое дело, что гусеница обладает неплохой маскировкой, и заметить её среди густой растительности часто не представляется возможным. Кроме того, в поисках тенистых мест с высокой влажностью, эта насекомая нередко заползает в жилые дома. Среди симптомов отмечается головная боль, рвота и лихорадка. Спустя сутки после контакта начинается внутреннее кровотечение, что в итоге может привести к смерти. Наверняка многие из вас слышали про африканскую муху-цеце, которая смертельно опасна как для животных, так и для человека. Всего известно пять видов, четыре из которых обитают в Центральной и Западной Африке, а пятый встречается в Австралии. Эта насекомая похожа на обычную комнатную муху, однако она является переносчиком одноклеточных паразитов под названием трипаносомы. Последние становятся причиной развития так называемой сонной болезни. Она поражает иммунную и центральную нервную систему, что приводит к глубокому истощению организма. Течение болезни сопровождается сонливостью, отсюда она и получила свое название. Без должного лечения пострадавший в итоге умирает. Сложность в том, что вакцины от этой болезни не существует, а действенные препараты слишком токсичны и пагубно влияют на организм. Поэтому ученые всего мира ищут способ уничтожить этих мух. Но пока в африканских странах насчитывается около полумиллиона больных сонной болезнью, большая часть которых, скорее всего, умрет. Клопы. Это огромный отряд, насчитывающий более 40 тысяч видов. Большинство из них безвредны, но есть и в этой нише довольно неприятное создание. Например, одним из самых опасных насекомых мира является триатомовый клоп. Это довольно крупное насекомое, вырастающее до 3,5 см, с конусообразной головой, выпученными глазами и хоботком на конце. Триатомовый клоп – паразит, который питается кровью. Чаще всего он кусает людей в область губ и глаз во время сна. При этом во время укуса в организм вводится анестетик, поэтому человек чаще всего не замечает, что его укусили. Отсюда и другое название насекомого – целующийся жук. Надеюсь, ни у кого не появилась лишней фобии. А еще это переносчик смертельно опасной болезни Шагаса, от которой особенно страдают дети. Без своевременного лечения болезнь перетекает в хроническую стадию, лечения от которой не существует. Хотя зараженный человек может прожить десятки лет, с течением времени его состояние становится все хуже, ведь паразиты развиваются во всех внутренних органах. Основное место обитания этих насекомых – Южная и Центральная Америка, но постепенно ареал их обитания расширяется. Наверняка вы заметили, что большая часть из перечисленных смертельно опасных насекомых обитает в жарких странах с высокой влажностью. Может быть, жить в северных регионах не так уж плохо. А с какими опасными насекомыми сталкивались вы? Напишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ведь это мотивирует на создание новых интересных выпусков. Проводите время с пользой и до скорого!